Юлия Владимировна Тимошенко в нашей студии. Вечер добрый, рада вас бачить. Доброго вечера. Юлия Владимировна, вы знаете, давайте от этого интервью оттолкнемся, а потом еще о многих вещах и политике поговорим. Вот тот месседж, который постоянно подчеркнул Бжезинский, он говорил, что поймите, что только вы можете все изменить, поймите, что хватит надеяться на Запад, поймите, поймите, поймите. А как по-вашему, вот когда Украина сама сможет делать все эти шаги, которых Запад на нее так долго и так тщетно ждет, чтобы наконец-то изменилась ситуация, чтобы наконец-то, ну вот, прорыв произошел? Ну, вы знаете, действенно, пан Бжезинский – это очень надежный и давний друг Украины. И подивите, какой он поставил приоритет, на чем он сделал наголос. Он сказал, что Украина сможет пройти этот шаг, если впорается с коррупцией. И он это повторил вдвече за такой короткий час интервью. То же самое наголосила Ангела Меркель. Она сказала, что если после выборов Украина не впорается с коррупцией и олигархией, это прямая цитата Ангела Меркель, то тогда нам будет надвичайно важно. Это то, что нам нужно радикально изменять. Потому что пока остается такая фундаментальная, институциализированная коррупция, не про какие реформи, не про какой рух до Европы, просто не может быть речи. Нас там не приймуть в таком состоянии. И то, что они подкресливаются сейчас, говорит лише про то, что Янукович поехал в Ростов-на-Дону, а все финансовые потоки и вся коррупция, она просто изменила своих руководителей. Поменялись прозвища, а все иншее фундаментально працюет. И знаете, я хотела бы поддерживать то, что сказал президент Порошенко во время представления генерального прокурора. Он сказал, что все очень хорошо будет, если следовать порадам, диям или цитатам сингапурского премьер-министра, который сказал, что нужно посадить за коррупцию трех своих друзей, и тогда все будет хорошо. Но мне кажется, что украинская влада трохи переплутала. Нужно их посадить за гради, а не посадить на посады. Понимаете? Сегодня, на жаль, их садят на посады. И я думаю, что если демократичная команда хочет реально менять страну, то нужно начать очистку уже в середине демократичной команды. Потому что жоднои справи по коррупции проти колишнего оточения Януковича не было доведено до конца. Все они проданы. И уже в сегодняшней демократичной команде эта коррупция процветает. А скажите мне, почему? Ось вы говорите абсолютно правильные речи, и мы там дома на кухне тоже это уговорюемо, что действительно не было гучников антикоррупционных справ. Действительно старые схемы работают. А почему это не зруйнували? Не смогли? Не захотели? Все в политике знают, что произошло. Криминальные справы против ключевых, я бы сказала, масштабных коррупционеров заточения Януковича были уже новыми посадовцами в Генеральной прокуратуре просто проданы грубо, проданы цинично и почти публично. Все знают, какие справы проданы. И как отпущены были за межи Украины колишние посадовцы, которые могли ответить перед законом. Но вы знаете, я хочу еще раз сказать, что если мы хотим бороться с коррупцией, то владею нужно начать с себя. У меня есть несколько вопросов, которые просто руйнуют сегодняшнюю доверие до влады. Тысячи и тысячи примеров того, что люди не могут пенсию отримать, что люди не могут отримать какие-то там выплаты. А как вообще с этим справиться? Ну, они же чувствуют, что это украинская территория. Они сегодня начали программу, они специально сказали, что у нас украинский прапор, это украинская территория, мы себя украинцами чувствуем. Ну, как сделать так, чтобы они не были кинутыми, не чувствовали себя кинутыми? Ну, во-первых, я, конечно, слышу этот клик сердца, слышу по всей Украине. Да, мы сейчас говорим с людьми, которые живут в тех городах, которые были совсем недавно оккупированы. Но по всей стране просто стоит стон. Не выплачиваются заработные платы шахтерам, в бюджетной сфере людям. Например, в Черниговской области 3 месяца уже не платится заработная плата бюджетникам. У нас 20% сняты над бабок для учителей. Это копейки, на которые они просто уже жили в последнее время. С них сняли 20%. Сегодня по всей Донецкой и Луганской области огромные проблемы с выплатой пенсии, социальных платежей. Кроме этого, сняты чернобыльские, сняты деньги со всех инвалидов. То есть в стране коллапс. Заморожены пенсии и заработные платы, и при этом цены экстремально растут по всей стране. Люди, когда я встречаюсь с ними, вот извините за голос, я уже сотни провела митингов на улице, люди, когда заходят в аптеку, они плачут, потому что они больны, но они не могут купить себе даже элементарных лекарств. Некоторые семьи ограничивают себя даже уже в элементарных продуктах питания. Я хочу сказать, что все, что происходит, это недопустимо. И это не объясняется войной. Это не объясняется никакой агрессией. Это просто хаос, который рожден, на мой взгляд, некомпетентной работой. И то, что это нужно прекращать, это очевидно. Сейчас вот наша команда работает пожарными во всех регионах, куда мы приезжаем. У нас вот такие петиции, с которыми мы приезжаем в Киев и пытаемся кабинет министров подбегнуть на какую-то работу. Я могу сказать вам то, что я сейчас услышала. Завтра заседание парламента, там точно будет премьер-министр. Мы сейчас в разных командах. Батьковщина не имеет ни одного человека во власти сегодня из своей партии. Но мы завтра будем говорить с кабинем, который будет в парламенте, для того, чтобы немедленно сообщить им, что банк оваль не выплачивает деньги. Но я подозреваю, что здесь дело не в банке оваль, а существует какое-то негласное решение кабинета министров. И я не могу с ним согласиться, я никогда не соглашусь, чтобы Донецкую и Луганскую область практически отрезать от финансирования. Кто-то за это решение должен нести ответственность. Должна быть ответственность... Я уверена в том, что эту ответственность должен нести Кабмин лично премьер-министр. Потому что я знаю, что такое кризис. И я понимаю, как управляется Кабинет министров в кризис. Там никто не спит, не ест, не должен. Вообще жить не должен, если не выплачена хоть одна гривна пенсии или заработных плат. Я могу сказать, что то, что я слышу по всей стране, нужно немедленно прекращать. И это не объясняется отсутствием денег. У меня в руках сейчас, точно так же, как показывали сейчас из Луганской документы. Вот у меня в руках, например, документ, где 6 миллиардов 900 миллионов выплачено трем кланам денег только за последние несколько месяцев из государственного бюджета. Скажите, почему это происходит? Это то, о чем говорил Бжезинский. Это то, о чем говорит Ангела Меркель. У нас идет масштабная коррупция, а люди не могут получить свои копейки пенсии. Я держу другой документ в руках. 4,9 миллиарда гривен – это бухгалтерские цифры, заплачены нескольким банком из окружения Януковича вот сейчас. Вы понимаете, что такое 4,9 миллиарда гривен? Это можно заплатить пенсии, одеть и обуть нашу армию. Я хочу сказать вам, нет профессионализма, силы, нет воли у власти, нет тех шагов, которые нужно делать во время кризиса. И единственный выход, который мы сейчас имеем – это одна неделя переизбрать Верховный Совет и переназначить профессиональное сильное правительство. В этом правительстве не должно остаться ни одного человека, который могли довести до того, что солдаты раздеты зиму, люди без тепла, без возможности свою копейку получить, детские сады, больницы, школы. Там сегодня температура такая, как на улице. Я хочу, чтобы туда наши министры поехали и поспали один день на той кровати, на которой ребенок спит в садике днем. Это кровать, это просто холодильник, понимаете? Юлия Владимировна, мы давайте переремся на сюжет, но вот перед сюжетом давайте зафиксируем ситуацию, давайте зафиксируем, во-первых, что это ответственность Кабмина, чтобы все все понимали, чтобы было по-честному. И вы знаете, сегодня эти люди, которых попасно, они о многих проблемах сказали, им пообещали помочь. Я вот просто в прямом эфире еще раз говорю, что, ну, будем надеяться, Юлия Владимировна, просто замолвите за них слово, потому что действительно им тяжело, они бы не стали в пустое жаловаться. Сейчас я думаю, что меня слышат. Завтра утром Кабинет Министров, скорее всего, в полном составе будет в Верховной Раде. Мы первым этот вопрос поднимем, и мы обязательно возьмем сейчас вот у Интера все материалы, где вас найти, как, для того, чтобы мы могли получить все детали и заставить правительство выполнить свои законные обязательства. Потому что это просто экстраординарные вещи, когда людям не платят пенсии и заработные платы. Юлия Владимировна, у меня к вам очень простой вопрос. Вот смотрите, Украина готовится к своим выборам, там не без проблем, люди говорят об этом. Но есть так называемые ДНР и ЛНР, которые пытаются свои выборы провести. Несмотря на то, что в Милане, вот я буквально в субботу вернулся, действительно говорили, и Путин сказал, что мы их не признаем, но мы же с вами знаем цену словам Путина. Какова опасность вот этого всего? Какова опасность этого плана параллельных выборов, выборов, которые, по-видимому, все-таки попытаются провести в Донецке, в Луганске, на оккупированных территориях? Ну, когда я оголошивала дестраковые выборы парламентские, я думаю, что украинская влада очень четко усвідомливала, что Донецк и Луганская область не способны провести выборы. Первое, что я хотела бы сейчас четко сказать, не маю жодного сумніву, что в Луганске и Донецкой области будет використана вся эта ситуация, и выборы будут сфальшованы с обоих сторон. Кто сколько сможет. С одного боку будут фальшовать контингенты российских войск на территории Украины, а с другого боку, я уверена, будут фальшовать все, кто сможет добраться до системы подрахунок голосов. На самом деле, выборы будут проводиться автоматами. И кандидаты в депутаты, тут, скорее всего, гранатомет и кулемет, тут больше нет кандидатов. Ваше слово, товарищ Маузер. Абсолютно точно. Тому, очень бережно нужно относиться к этих выборам. С одного боку, они могут до парламенту привезти мини-фракцию Путіна, потому что там у них все это в руках. А с другого боку, мы можем мать абсолютно спотворенные результаты у партії-влади, которые могут воспользоваться этой ситуацией. Но абсолютно точно вы сказали, что все договоренности с Путином не варты ничего. И я хотела бы, чтобы президент Украины понимал, что все эти минские договоренности, все законы, которые приняты по редакции Путина, закон про особливый статус Донбасса, практически про отдачу территории Донбасса, про амнистию террористам, не принесли мир. И даже вчера МЗС Польши, вы знаете, они великые наши друзья, они сказали, что встреча в Милане между Порошенко и Путином не дала результатов. То есть имитается мир, создается иллюзия мира, а на самом деле идет война. К сожалению, практика внесения изменений в законодательство в выборах непосредственно перед самими выборами, это не новелла для украинского законодательства, но внесение за пять дней, это, конечно, нечто. То есть, на самом деле, конечно, никто не сможет даже понять, о чем идет речь, и на самом деле, насколько возможности с этими изменениями манипуляции по результатам выборов. А что вы думаете, вот стоит ли вносить правки в закон о выборах, вносить их на этой неделе? Наша фракция уважно проанализовала все законы, которые предлагаются. Их два. Они очень классно называются, как всегда. Знаете, у нас закон назвать идеально, но то, что готовится, это готовится масштабно. У нас в полиции обгортка всегда красивая. Так, абсолютно. У нас завтра готовится применение двух законов, которые позволят партям владею провести масштабную фальсификацию выборов на Сходе Украины. А конкретно это в Луганске и в Донецкой области. Члени партії Батьківщина вважают, что изменение закону за несколько дней до выборов – это абсурд, и это переходят все межи, которые находятся за барьером демократии. И поэтому мы не даем жодного голосу за эти законы и вважаем вообще, что после Революции Гидности такие маніпуляции с законами под красивыми назвами, а какие спрямованы на формирование систем фальсификации, просто принижение всех тех людей, которые наконец выбрали право строить европейскую демократическую страну. Ну, если вы не достаете жодного голоса, есть еще один закон, за который ваша фракция не дала жодного голоса, но 278 были за. Верховная Рада, я напомню, проголосовала, окончательно проголосовала антикоррупционный пакет законов, этого долго требовали западные партнеры Украины. Депутаты дали зеленый свет еще одному ключевому закону – закону о прокуратуре. Вот напомню, что этот закон должен реорганизовать и забрать функции полного надзора. Спикер Турчинов анонсировал, это начало реформы силового блока. Ну, еще один итог недели вступил в силу закон об особом порядке самоуправления на Донбассе. Вот он как раз вызвал бурную дискуссию. Ну, самые спорные моменты – это финансирование оккупированных территорий и формирование властной вертикали. Чтобы зрителям было понятно, вот я напомню, закон предусматривает, что из числа местных жителей будут создавать так называемые отряды народной милиции, что гарантируется свободное использование русского языка, что 7 декабря этого года проведут внеочередные выборы. Есть еще один пункт – есть пункт амнистия. При условии, что в течение месяца будут освобождены заложники, административные здания и боевики сдадут оружие. Ну, вот только главный вопрос для нас с вами. До сих пор непонятно, а как будет выполняться этот закон? Ведь боевики уже заявили, что подчиняться законам, принятым в Киеве, они не собираются. Юлия Вадимовна, насколько я понимаю, за закон о прокуратуре ваша фракция голосовала, за закон о Донбассе не голосовала, если я не путаю? Ну, дайте, абсолютно правильно. Какая была ваша позиция? Вы можете объяснить, почему? Наша позиция очень простая. Мы голосовали за закон про люстрацию, все абсолютно наши депутаты. Ну, закон, которого все ждали. Мы голосовали за два антикоррупционных закона, это абсолютно точно. И могу сказать, что при том, что мы за это проголосовали, я хотела бы сейчас все же таки вернуться до всех, кто нас сейчас бачит. Закон про люстрацию выключает право люструвать всех кандидатов, депутатов всех уровней, выключает право люструвать всех працівников силовых структур, частково судей, самых высоких посадковых осей державы. Мы голосовали за этот закон, но у меня очень, мне кажется, очень очевидно вопрос, если никого не можно люструвать, что народ Украины люструвать, кого по этому закону люструвать? Мне не хотелось бы, чтобы такие законы принимались под выборы, принимались как великий пиар гучный, и которые ничего на самом деле не дают. Скажите, пожалуйста, кто заважает люструвать корумпованого прокурора без закона про люстрацию? Просто. Звольните его с посади. Хто заважает звольнити корумпованого суддю, корумпованого милиционера, чиновника, министра? Ніхто не заважает. Буквально три дни тому, если я не помиляюсь с днями, Служба безопасности Украины вошла в примещение керевни Укрзалезнице. Ну, это структура уряда. И просто нашли там кеш, понимаете? Кеш, 7 миллионов гривен, миллион доларов. Ні, не в цьому справа. А справа в тому, ну, по-перше, як може це бути сьогодні в постмайданній країні. Взагалі така корупція на Укрзалезнице. А по-друге, навіщо закон про люстрацию, щоб взяти і вдягнути наручники на всіх, хто причетний до цього. Жодна людина не затримана, всі мовчать, ніяких проблем немає. А тепер, що стосується закон про прокуратуру. Якщо можна, дуже стисло, нам треба закінчувати. Закон про прокуратуру – це закон батьківщини, це наш закон. Це наша реформа, яку ми за пів року ледве продавили. І це дасть нам шанс поставити прокуратуру під контроль суспільства і зніми з прокуратурами напольні речі. Закон про особливий статус Донбаса – це не закон про особливий статус Донбаса. Це закон про віддачу частини Донбасу Російській Федерації. І не треба вводити в оману народ. Це віддає президент і ті люди, які з ним голосували. Партія Батьківщина не віддала жодного голосу. Віддає частину Донбасу Росії. Ми категорично проти цього, вважаємо це слабкістю капітуляцією. Треба зовсім іншу політику вести. Дякую, що роз'яснили. На самом деле, действительно, є красиві закони, що стоїть за ними. Ну, в частності, ми говорили сьогодні в цій студії з Юлією Тимошенкою. Юлія Владимировна, дякую, що були в студії. Дякую, дуже вам. Я розумію, що у вас важкий графік, дуже багато зустрічей. Дякую, що в вечірі були з нами. Наступного. Андрей, що у вас відбувається? Какі у вас настроення? І розкажіть нам о житі. Ми, дякую, що сьогодні слушаємо ваші історії. І ще одна просьба. Якщо є вопросы к Юлії Владимировне, ми с удовольствием на них відповідаємо. Дадим, за три місяці, с тех пор, як освободили город Попасное от сепаратистів, у людей накопилось багато проблем. І вони рішають фактически їх сам на сам, тому що помощи звне немає. У нас є Ірина, яка столкнулася з проблемою получення пенсії. Кака історія? Здравствуйте. У мене така проблема. Моя мама 50 років проработала в школі. Зараз вона інвалід первої групи. Я її вимагу набросати вдома одну, для того, щоб поїхати в город Артемовск і получати там пенсію. Це продовжується август, сентябрю, октябрю. Значить, у мене такий вопрос. Коли заработає банк Оваль, в якому ми получаємо эту пенсію? І не тільки моя мама. У нас дуже багато і работаючих, і пенсіонерів. І я хочу сказати, зачем нам такий кабінет министрів, прем'єр, який не може до сих пор решити цю проблему. Три місяці наш город вже освобожден. Ми знаходимося в Україні. І я хочу, щоб тут був порядок. Тому що ми достойні цього порядка. Так, так, ще, п'що. Уважаємоя Юлія Владимировна, уважаємо руководство Райфанзе, банка Оваль. Я хочу сказати, що городська власть теж не остається в стороні від проблем наших жителів. У нас на території міста работають 6 банків. В нынешнє время, коли у нас здесь действительно, ми слышимо, постоянно взрыви снарядів, наші люди під цими снарядами ходять на роботу. У нас работають практично все учреждения і організації. Що за документ у вас? Все банки, значит, деятельність свою не прекратили. Я хочу, щоб показали этот документ крупним планом. Ми вже писали два разу руководству банка Оваль, щоб вони не оставляли наших жителів і підтримували наших пенсіонерів і всіх, хто нуждається в їхній допомогі. Ви відповідь? Ви відповідство банка присылає нам відписки, в яких указано, що любі вопросы решаються через сеть інтернет чи в телефонному режимі. Ми не можемо позволити, щоб наші пенсіонери, щоб наші жителі їхали під пулями, опять-таки, в інші городи, щоб там получали всі свої виплати, які їм положені по закону. Помогите, пожалуйста, нашим жителям. Тільки пенсіонера в Райфайзенбанке Оваль получає у нас 740 человек. Ми не можемо їх бросити. І просимо, щоб ви тож приняли какое-то в цьому участь.